Друзья, сегодня 9 июня, сегодня наконец стало тепло, вот относительно все у нас было задержкой, но, что удивительно, такая ранняя фрукта, как абрикосы, несмотря до холодной весны, созревает, как ни в чем не бывало. Но есть и проблемы, вот, эти проблемы коснулись и нас тоже, страшно было после 9 градусных заморозков, вот, и я сейчас покажу то, что после этого я потерял часть урожая абрикосова, я покажу, какие наиболее устойчивые и почему они устойчивые. Значит, есть такое слово, называется, Татьяна Санна, поздоровайтесь, помашите лапкой. Здравствуйте, уважаемые садоводы. Я еще до тебя заберусь, у меня сегодня тема особая. Так, смотрим. Итак, тема это химеры. А что такое химеры, вы знаете еще по этим самым. По древнегреческим, древнеримским мифам, вот, вспомните, человек с головой льва, вспомните, да много чего, и преследует такая слава, если это химеры, значит, долго не живет. И однажды были припечатаны Латинков и Железов, которым Латинкову было сказано авторитетным ученым. У вас Железов химеры, это значит, что все должно было погибнуть. Вот, они не хотят погибать. Мало того, они оказались, в этот страшный год с заморозками, они оказались наиболее урожайны. Сейчас я вам покажу несколько таких деревьев, и объясню, почему именно они. Если химера приобрела от дикой уссурийского абрикоса, морозостойкость, видите, вот, а от культурных абрикосов приобрела вкус и крупноплодность, так, красоту, нарядность. Вот сейчас будем, привожу такой пример. Если бы это была не химера, еще раз, а, вы же не поняли, что такое химера. Ну, давайте еще глянем. Ураганный ветер вот это натворил, видите? Вот это, вот это, и тут еще и там, и так далее. Вот, это сбросил часть урожая. Теперь, что осталось, значит? Одна ветка, вот такие плоды. Так, вторая ветка, пусть их немного, но самые крупные плоды. Вот они, вот они. Еще одна, самая нижняя веточка, вот такие плоды. Четвертая ветка, вот такие плоды. И пятая ветка, вот такие плоды. Все это ветки, если подходить формально, это ветки манжурца. Вот, плоды через месяц будут, ну, догадываюсь, от 30 до 60 грамм. Так, причем на разных ветках разные. Потом еще несколько деревьев покажу, чтобы пообъяснить, что это закономерность не случайная. То есть, закономерность и случайность, это слова антонимы. Антонимы. Так, поехали. Итак, здесь была уничтожена мной морозами, обрезками. Фааина. Внимание, название читается? Фааина. Вот, все остальное потом выросло. Это выросло фактически из земли и из, ну, можно сказать, если придираться, то граница сред, то есть граница, нет, не сред, граница там, где проходила хирургический шов, прививка. Вот. И получилось следующее. Сама выжить не могла, а все, что вылезло ниже, там огромное, как сказать, влияние манжурца или просто вот это манжурец. Вы видите ветки раз, два, три, четыре. Вот они. Вот прям перед носом, видите, вот эти торчат. Вот. Плоды все разные. Видите, и эти ветки сбросили часть плодов, потому что это ураган. И главное достоинство, что все-таки соберу половину урожая, я привык к большим урожаям. Вот. Все-таки достаточное количество. Видите? И что получится? Первое. Черенки. Как я буду продавать вот эти черенки? Вот. У меня уже продавал, назвал их химера фаины железа, и их не покупали. Люди напугались. И вот эти бесценные черенки, назовем это так, где-то 40 на 60, 60 на 40. Это гены культурные и гены манчжурца. Вот. И результат вот этого вот урожая, в эту страшную весну практически выжили и обеспечит меня фруктами. Вот это я хотел сказать. Вот. Видите, что делается? Вот это хотел сказать. Ладно, вы скажете, ну, это одиночный случай. Ладно, пойдем дальше. Я уже туда далеко не пойду. Я еще, знаете, почему? Ну, что мне стоило подождать, ну, например, месяц. Несколько дней болит сердце. Врачам сейчас я равно сказал не пойду. Даже если остановится. Вот сказал не пойду. Терпеть это унижение больше нету никаких сил. Вот. Последний раз это было так. Значит, справка нужна. На оружие? Нет. Я железов уже не бегаю с ружьем по тайге. Нет. Я его держу как мужчина. Пусть это лежит, образно говоря, ржавеет. Ну, я так, шутя говорю. И я его возьму в руки, только когда надо будет защитить себя, семью, друзей, знакомых и незнакомых. А такие времена могут прийти. Ну, мне пришлось двое суток проторчать поликлиники в очередях. И я там заболел. Второй раз не пошел появляться на коронавирус. Хватило первого раза. И тогда я сказал себе сдох, но больше не пойду по врачам. Сходил, называется. Пошел здорово, вернулся больной, несчастный. И еще хорошо, что потом выкарабкался уже сам. Ну, какие-то приносили какие-то таблетки, даже не запомнил. Вот это и есть жизнь. Так вот, я не жду, когда они созреют. Еще одна химера. Еще одна химера. Еще одна химера. Как это случилось? Это дерево было привито. Значит, оно и сейчас привито. Но как случается? Посмотрите, страшная рана, уже страшнее не бывает. Но когда не делаешь обрезок на кольцо, я проклинаю эти обрезки, когда не делаешь обрезок на кольцо, внимание, после этого может дерево жить? Смотрите, я еще с той стороны не показал, там еще страшнее. идем вверх, идем вверх. Что мы видим? Что мы видим? Опять плоды видим. Видели? И прирост видели? Так вот, что это означает? Вторая ветка. Это вторая ветка. Она, как бы сказать-то, как говорил там в фильме про Мичурина незаконно рожденная. Вот она, вторая ветка, это от манжурца и пошла, пошла, пошла. Как она в наглую изменила форму плодов. Видели? Это рази манжурец? Значит, это переделанный получается манжурец. Это означает, что химира. И я же с удовольствием жду, какие будут плоды готовые. Но во всяком случае, это будет означать, что у меня будут бесценные косточки. Так же, как вот это дерево, которое фаина, условно фаина, химира фаина, так и вот это дерево, это бесценные косточки. У них морозостойкость необычайная. Вы представляете, здесь рядом, у меня, да, не хочу ничего плохого сказать, но зараза, вот это молодое дерево, на нем ни одного плода, а цветы были. А вот это одно из старейших деревьев. видите, на нем есть плоды, но их так мало, так мало, вот, что, ой, только ходить расстраиваться. Вон они, видели, вот это и есть, но сейчас раскрываю тайну. Когда-то, я много лет назад, дереву примерно 30 лет, я привал высоко. Вот это основной штамп, это бай, так, плоды есть, это называется, а, вон они есть маленько, нет, все-таки есть, а я только сейчас ругался, это бай, так, а слева от него удивительная химера, химера. Почему? Плоды получились мельче в два раза, согласен, но они ключи ярко-ярко-розово, ярко-ярко-алые, вот, а ведь это же получается так, это прививка бай, а это незаконное, ниже прививки пошел манчжури, совершенно другое дерево, совершенно ветка, совершенно другие плоды, вот они, видите, и больше в несколько раз, ну еще бы, ведь это официально это манчжури, но абсолютно не похож на манчжури, абсолютно, и тогда я прихожу к такому выводу, что мы имеем дело еще с одной химерой, вот, достаточно количество плодов, которые, пусть они не такие вкусные, как вот это, вон, видите, а нет, все-таки бая на бая достаточно, даже ведерко будет, но это все равно мало, вот это мы еще поглядели, куда мы дальше пойдем, у меня есть самая выдающаяся химера, сейчас покажу, сейчас покажу, сейчас покажу, а, как мимо пройти, загадочное дерево, вот, ему 10 лет, плодов нет, вот, так уж получилось, и в этом году, если хоть там несколько плодов, опять попадает под замор, а знаете, что это, формально это, формально это абрикос, я всегда говорю, вот, хотите видеть настоящий абрикос, вот он, это амур, вот он, видите, листья, видите, какие у амура, это классический абрикос, и вот, когда попадают такие чудеса, мы уже с Сергеем стояли, выпилить, не выпилить, я говорю, выпилим, когда даст урожай, почему, да, это листья-то, не абрикосы, почему они такие, почему, значит, что надо, надо ждать урожая, 10 лет жду, ой-ой-ой-ой-ой, 10 лет, правда, я пересаживал, это сильно задержал его развитие, но это я ни к чему, это, это просто сианец, просто сианец, все, пойдем, пойдем дальше, а что у нас, ребята, в рюкзаках, вот эти два дерева, да, у меня было 9 взрослых черешин, осталось, теперь 8 с половиной, низ еще жив, вверх мертвый, теперь у меня 8 с половиной черешин, тоже последствия всего этого, и, наконец, мы имеем, что, две химеры, я уже показывал, плоды 40-граммовые, вы посмотрите, разве может, а ведь это манчжурец, все они с манчжурца, а может на нем быть такие плоды, вы посмотрите, уже какие, в этом году я жду, что они еще больше, представляете, им еще месяц увеличится в размере, представляете, какое чудо меня ждет, а помните, о чем шла вещь, внимание, а вещь шла о том, что я сюда внедрил крупноплодный, который я сейчас называю крупноплодный железо, вот видите, а прививка взяла и умерла, чистый, стопроцентный манчжурец, я назвал это, она не сразу умерла, ведь один год пошила, а за это время она напиталась генами, наоборот, я испортил манчжурца, и теперь это не манчжурец, теперь это химера, еще раз смотрим, как вам размер плодов, вот эти чудеса, вы думаете, это все плоды, нет, вот, он, конечно, потерял морозостойкость, вот они, вот, вот они, вон там, ой, где-то на верхушках еще есть, вон там, ну, все равно, если собрать все плоды до кучи, полветра не наберется, и, наконец, еще одна химера, вот, я здесь, это самое, не садил просто дикарей, манчжурцев, я просто их привал, а здесь даже прививка следа не осталось, видите, даже следа не осталось, вот, что-то, типа пенечка, и этот манчжурец и дал самые роскошные плоды из манчжурских, вот, то есть, еще одна химера, посмотрим, она в этом году плодоносит или пропускает, я так переживаю, о, плодоносит, вот они вот, вот есть точно, вот на одной ветке я смотрю, ага, тут я ведерко соберу, вот, 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 дерево молодое, вот, вот они, какие красавцы, ой-ой-ой, если вы видите, если вы это чудо видите, густо, вот там, на самом верху, вот теперь, ради этого стоило жить, Потому что, казалось бы, катаклизм, казалось бы, урожай слабый. Некоторые у меня абрикосы полностью пропускают урожай. Ну, потом смотришь, когда желтеют, там десяток, там двадцать. Вот, это и есть такое дело. Это такой год. Но оправдали себя химеры. Химеры, химеры. Шайбу, шайбу, до того. Это я шучу. Вот это я сказал, то, что я хотел сказать. Вот, это так важно. Идти туда, к дальним абрикосам. Ой, не, ладно, покажу вам старинное дерево, которому 30 лет. И которое не собирается почему-то умирать. Это первый академик с классическими плодами. Потому что на остальных поколениях это такое чудо. Это такое чудо случилось, что на остальных поколениях мы имеем совсем другие плоды. Хотя начиналось все так, как есть манджуриц, патриарх, основатель нового садоводства. А вот он, академик классический. Он сразу увеличился в два раза по сравнению с академиком Казимина. Смотрите, уже какие плоды. Вы представляете, какие будут? Вы скажете, это сколько тут? Вот немножко, вон еще парочка, вон еще троечка. Ну, это же не серьезно, скажете вы. Конечно. Но это дерево перезимовало. Такие страшные эти. Как оно еще живо? Оно опять даст ветки. Оно, представляете, оно уже дает прирост. Смотрите. 50-60 сантиметров. Они будут по полтора метра. А оно не имеет права давать. Не имеет. Смотрите. Сюда смотрите. Вот этот ужас, смотрите. Оно обязано умереть давно. Посмотрите, в нем уже это, муравейник настоящий. Вот он. А я его не трогаю. Вообще ничего не трогаю. Вот. Когда-то я резал небрежно. Сейчас я отрезаю вот так. Это пробка. Ее нельзя тут вырезать. Ошибка совершена вселенская. Миллионы деревьев губят, отрезая вот здесь. А это пробка. Вот такие деревья долговечные. Нельзя отрезать вот эти вот. Как ненавидят. Самые крутые, которые они слазят с экрана. Якобы они садоводы. На самом деле они садоводы. По-моему, этим самым они... Они, они, они самозванцы. Посмотрите в их дипломы. Требует вот это все отрезать. Вот это. Все, что должно восстанавливать эти жукроны. Вот эти, вот это, и вот это. И вот это. И вот это. Вот. Они не дают погибнуть дереву. Потому что оно все равно все становится ниже, ниже и ниже. Посмотрите. Ниже. 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 Вот. Видите? Ниже. И ничего с этим не поделать. Но восстанавливается махом. Вот смотрите сюда. Видели? Вот. А ему 30 лет. А оно живо. Оно меня прославило. А я еще прославил, знаете, сколько? Порядка 100 плодопитомников, укравших, присвоивших наглую. И еще логотипы свои на нем это. Вот. С этих. Плоды снимали с этого дерева. Это дерево есть в нескольких этих самых выпусков телевидения. Красноярского, Саиногорского, Саиногорского, Абаканского. Это дерево. А почему? Когда оно было молодо. Когда мы были молоды, здесь висели десятки вёдер. Абаканского, Саиногорского. 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 Продолжение следует...